Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 249-е упражнение. Нужно списать, обозначить условия выбора орфограммы, мягкий знак на конце существительных после шипящих, назвать еще виды орфограмм, связанных с правописанием мягкого знака на конце слов после шипящих, составить 2-3 предложения простых с любыми словосочетаниями и выполнить их синтаксический разбор. Итак, идти через рожь – третье склонение, плач – второе склонение, поэтому не надо мягкий знак, камыш – второе склонение, не надо мягкий знак, полночь – третье склонение, пишем мягкий знак, сторож – второе склонение, не пишем мягкий знак, помощь – третье склонение, пишем мягкий знак, мышь – третье склонение, пишем мягкий знак, птишь – третье склонение, пишем мягкий знак, рощ – первое склонение, множественное число, не пишем мягкий знак, туч – то же самое первое склонение, жилищ – второе склонение, кож – первое склонение и ремонт крыш – первое склонение, поэтому мягкий знак нам не нужен. Также нам нужно назвать виды орфограмм, связанных с правописанием мягкого знака на конце слов после шипящих. Это может быть повелитель наклонения, либо форма инфинитива – печь, лечь. Далее нужно составить 2-3 простых предложения с любыми словосочетаниями и разобрать их. Строительная фирма производит постройку жилищ. Это повествовательное, невозглицательное, простое, распространенное предложение. И крестьянин шел через рожь – повествовательное, невозглицательное, простое, распространенное предложение. На этом все. Большие видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.